Добрый вечер, Гомель, на Беларусь 4 прямой эфир. Меня зовут Наталья Волонец, я приглашаю всех провести этот вечер на нашем телеканале. Телефон в студии 34-22-43, вы можете позвонить и присоединиться к разговору в прямом эфире. Как обычно, дорогие друзья, по вторникам у нас полезные советы. Вот о чем еще можно говорить, согласить 30 апреля накануне Дня Труда? Ну, конечно же, о тружениках, о даче и о дачниках. Ведь именно в мае у них начинается горячий сезон, когда вот участок просыпается, требует к себе такого повышенного внимания. Ведь именно от этих работ, от майских работ, зависит будущий урожай. Ну, помните, как говорится, пришел май, огородник не зевай. Дорогие друзья, звоните в студию, пишите в вайбере, что растет на ваших дачах. Нам действительно очень интересно и любопытно. Ну, а пока узнаем, что в принципе происходит на дачных участках на Гомельщине, какие основные заботы у дачников в это время года и своими историями. Сегодня в прямом эфире поделятся Ирина Цейко и Сергей Кривенков. Добрый вечер. Вы сразу примите, пожалуйста, да, вот извинения за то, что в этот святой, я бы сказала, вечер, накануне выходного дня, первого мая, вот вы пришли сегодня к нам в студию поделиться своими советами. Знаю, как для вас важно было, наверное, вот сейчас находиться на дачных участках. Но я так понимаю, Ирина, что после нашей передачи вы прямо на даче. Да, конечно. Сергей, у вас такие же планы на сегодняшний вечер? Нет, сегодняшний вечер я отдохнул. Отдохнете? Сначала прямой эфир, а потом отдохнем. Ну что ж, дорогие друзья, для тех, кто пропустил нашу мартовскую программу о даче, хочу напомнить, что вот, например, у Ирины, у нее не так много соток огорода, но есть большая теплица, где она умудряется вырастить практически все. А вот у Сергея свои стандартные шесть соток, но огромное количество знаний, советов, помощников и трудолюбие. И все это позволяет Сергею получать хорошие и часто ранние урожаи. Расскажите, что сейчас происходит на ваших вообще дачных участках, что растет. Вот, Сергей, что подрастает у вас? Ну, подрастает. Сейчас, так как у нас молодой сад, цветут сады, цветут, естественно, ранние цветы, но если говорить про еду, то у нас, естественно, подрастает лучок, часть мы уже кушаем, часть подрастает редиска, салаты. Ирина, вот вы действительно, я по фотографиям видела, что вы выращиваете сакуру на дачном участке, просто мне это очень удивило в наших широтах и вдруг сакура. Да, у меня на участке растет этот шикарный кустарник сакура, он цветет ранней весной вот такими розовыми розами, очень ароматными и густо-густо махровыми. Я обожаю это растение, вот на экране как раз тут видно. Вы привезли его откуда-то, как вообще вырастили? Ну, я когда-то его купила таким маленьким череночком, сложно было выращивать, да, оно теплолюбивое, требовало такого ухода, просто как укрытие в основном. Я его берегла зимой очень. Укрывала его, сохранила и уже имею такой шикарный кустик. К слову сказать, у меня сакура была, но вот я тогда по неопытности не знал, что ее нужно укрывать. Один раз цветение было, а потом вот зимой, к сожалению, да, вымерзло. То есть это довольно такой щепетильный все-таки для нас. Теплолюбивое растение. Ну, а картошку посадили, мне кажется, самое время или я ошибаюсь? Я уже посадила одну грядочку. Это я традиционно на майские праздники. А, ну, то есть, как и многие наши телезрители, отправляются на дачу посадить картошку. Кстати, Ирина, вот насчет цветов. Я аж помню, вы на прошлой передаче рассказывали, показывали, какие у вас шикарные розы растут на участке. Как вот в этом году они вот прижились, отошли от зимы? Да, все прекрасно, все отошло. Вот уже вот такие розочки. Видите, уже листочки у них. Правда, молоденькие еще. И у кого, кто тоже имеет розы, я бы порекомендовала, что желательно вот смотреть прогноз погоды. Если будут ночные возвратные заморозки, то можно даже их прикрыть, чтобы молоденькие листочки не обмерзли. И все, и будет красота. Да, и будет красота. А когда цветы появятся? Цветы появятся. Но все же зависит от погоды. Скорее, где-то в июне, да, насколько я понимаю? Ну, первая волна обычно, да, это середина июня. Ну, вообще, согласитесь, сейчас самое красивое время для первых цветов, особенно для тюльпанов. И действительно, город Гомель отличается своими такими клумбами, особенно наш Гомельский парк. Дорогие друзья, и учитывая, что завтра 1 мая, мне кажется, прекрасная возможность. Кто-то уедет на дачу, да, а кто-то может действительно погулять в парке. Это таким образом я вот хочу подвести к интереснейшей выставке, которая проходит в музее Дворца Румянцевых-Паскевич, называется она Гомельский парк. У нас есть пригласительные билеты на эту выставку, и прямо сейчас мы их разыграем. 34-22-43, вы можете позвонить в студию и стать участником нашего конкурса. Вопрос очень простой, дорогие друзья. Как же по-другому называется китайская роза? Вот ваши варианты ответов ждем. 34-22-43. Кстати, о погоде. Про заморозки вот заговорили. А как вообще вот такая довольно странная погода, это весной, да, вот влияет на дачные посадки в этом году, Сергей? Ну, я бы сказал, что погода достаточно приятная, по летнему теплу. Ну, как шумит, то туда, то туда. Ну, шумит это так, где-то шумит, а где-то и не шумит, у кого-то затяжное место. Ну, на мой взгляд, у нас уже не первый год, весна достаточно ранняя. Единственное, конечно, неудобство, у кого участок с песчаной почвой, там недостаточно влаги, поэтому приходится больше заботиться о поливе. А так, в принципе, большую часть культур можно высаживать уже пораньше. Хорошо, а какие вот самые основные работы ждут дачников в мае? Ведь это самый-самый такой напряженный, насколько я понимаю, для посадки. Ну, в принципе, да, в мае достаточно такой напряженный месяц. Ну, если позволите, есть у нас доска в студии. Да, календарь даже какой-то можем составить на май. Да, и прямо здесь же возьму маркер. И, ну, основные работы, которые, в принципе, ожидают всех дачников в предстоящем месяце. Ну, давайте так, я первый пункт все-таки, то, что мне актуально, это картофель. Хорошо? Хорошо. Я думаю, что некоторые садоводы еще не посадили его, и поэтому придется картофель высаживать. Второе, большинство на участках есть сад, поэтому я пишу защита сада. Обязательно нужно, я, допустим, обработал уже сад, ну, в основном, аптечкой садовода я обрабатываю до цветения. И сейчас сады цветут, после цветения обязательно тоже нужно сделать эту обработку. Дальше. Ну, естественно, вот у нас... Это на протяжении месяца можно делать, да? Защита сада. Да, потому что... Или это первые числа мая? Ну, смотреть нужно по растениям. Допустим, вот у меня слива персик или лыча, по-другому она называется, она уже практически отсвела. Соответственно, ее обработаю чуть пораньше. А если говорить про яблоню, которая, к примеру, поздняя, она еще только-только набирает цветы. Соответственно, ее обрабатывать будем туда попозже. То есть, когда все отсветет? Да, тут основное, что защита от вредителей и болезней. Это аптечка садовода, вот это то, что защищает, в принципе, вот именно эти препараты белые... Ну, помните, да, у нас природное земледелие, и мы, собственно, природными препаратами пользуемся. Дальше, ну, будем говорить так, что все-таки будем надеяться, что заморозков не будет. Соответственно, как только пройдут возвратные заморозки, все закончатся, риски пропадут. Заморозков мы будем высаживать рассаду. Рассаду мы будем высаживать теплолюбивых культур, высадка рассады. Так, теплолюбивая культура, это у нас баклажаны, перцы, томаты, ну, и в том числе и огурцы. Про огурцы мы сегодня еще поговорим. Ну, а вот основное, что даже капусту уже тоже нужно будет высаживать в мае. Дальше, ну, так как земля уже хорошо прогреется, то, естественно, уже начинаем сеять многие семена, которые точно так же любят тепло. Те же самые горох, фасоль и так далее, огурцы прямым посевом тоже уже можно будет сеять. А цветы уже можно будет сеять? Цветы можно сеять, конечно же, да. То есть я пишу посев семян, так? Так. И, ну, это, можно сказать так, хлопоты, которые обязательные. И у кого-то обязательные, у кого-то не обязательные, но появятся сорняки. У большинства садоводов все-таки сорняки появятся. Неужели еще не успели посадить, а уже появились сорняки? Да, сорняки растут быстрее иногда, чем наши растения. То есть придется бороться сорняка. У нас есть метод в природном земледелии, это мульчирование. Так. Так, правильно написал, сорняки. И, в принципе, этот прием, он очень классно помогает в борьбе с сорняками. И шестой пункт, все-таки, так как у меня тоже на участке преимущественно песчаный грунт, и приходится периодически поливать. И бывает у нас май засушливый. Поэтому я все-таки напишу полив. Полив для меня это в том числе и обеспечение, ну, я здесь можно помечу, мне очень нравится капельный полив. Поэтому моя рекомендация садоводам, которые еще не знают, что это такое, выяснить для себя и обязательно организовать хотя бы... Давайте выясним прямо сейчас, что такое капельный полив. Все просто. Для того, чтобы у садовода появился капельный полив, нужна любая емкость, допустим, приподнятая бочка, или же бывают там большие баки, для того, чтобы шла вода под давлением. Либо это может быть просто водопровод, краник у кого-то, свой дом. Вы имеете эту емкость. Дальше есть специальная лента, в этой ленте уже есть капельницы. Укладываете ленту прямо на грядки и подключаете к водопроводу. Все, лента сама капает, вы, особенно вот этот период, когда появляются мошки, комары, не хочется стоять ни со шлангом, ни с лейками ходить. Проще говоря, для работающего человека это тоже очень важно. Ну, вот Ирина не дав мне... Конечно. Пользуетесь, да, капельным поливом? Очень интересно. То есть очень удобная технология, экономится время. Вы приехали на участок, краник открыли и занимаетесь другими делами. Ну, вы знаете, я бы, наверное, сюда добавила еще кое-что в этот план, и может Ирина со мной согласится. Благоустройство дачи. Мне кажется, май один из тех месяцев, когда... Ну, давайте, я красным маркером добавлю. Можно этим заниматься вовсю. Дело в том, что благоустройство... Хотя дачники сейчас начнут со мной спорить, скажут, рассада... Да, спорить, знаете, по какому вопросу? Благоустройством лучше всего заниматься осенью, потому что осенью хлопот чуть-чуть поменьше, весной все-таки вот... Ну, когда бы мангал можно вытащить? Ну, мангал это... Это святое. Конечно, тем более праздники, канун праздников. Вы знаете, Сергей, может быть, телезрители не помнят, но на самом деле, вот на прошлой программе в марте, дорогие друзья, я сделала для себя просто какое-то открытие. Я научилась пикировать баклажаны. И очень хочу, да, вот спросить, как же поживает наш баклажан, который мы с вами пикировали в прямом эфире. Я вот не знаю, вот что-то из этих растений, это баклажаны вообще? Да, ну, в общем-то, прошел месяц, а вы уже забыли, как он выглядит. На экране вот стоит. Но вы меня просили фотографию, а я все-таки решил его привезти в студию. Я сейчас вам его покажу. Давайте угадай, вот это баклажан. Да, это два баклажана. Но это он же был вот такой маленький. Ну, дело в том, что... То есть вот этот мы с вами посадили, когда пикировали в прямом эфире. Да, это тот баклажан, который мы с вами пикировали. Даже можем сказать, что это вы пикировали. Это наш, как мы его назвали, телевизионный баклажан. И на нем уже появился первый цветок. Ну, очень быстро. А почему этот такой маленький, а наш такой большой? Потому что в прямом эфире садили? Или легкая рука? Еще варианты. Еще варианты есть? Ну, наверное, все-таки я смотрю размер. Вы тогда обращали внимание на размер вазона, емкости. Да, совершенно верно. Более того, если присмотреться, я думаю, что и на экране это тоже будет видно, вот здесь у баклажана практически все листва зеленые, да не практически все листики зеленые, а здесь вот уже нижние листочки семидольные начинают желтеть. Если у вас, вот у садоводов, начинают желтеть нижние листики, это первый признак того, что в емкости не хватает питания. То есть в таком случае нужно срочно либо настоем биогумуса под кормку сделать, либо живым удобрением туда подсыпать. Это первое, что можно сделать. Второе, что можно сделать, так как сейчас еще высаживать рассаду рано, ну, если у вас позволяет место на подоконнике, то возьмите все-таки в большую емкость, сделайте перевалку. В таком случае растение хоть как-то еще дальше нарастит корневую систему, и, конечно же, сами представляете, либо вот такую рассаду высадить, либо вот такую. Понятно, что результат будет лучше здесь. Приятно чувствовать, знаете, такое личное участие даже вот к этому, пусть маленькому, но очень роскошному растению баклажан, который мы пикировали в прямом эфире. Сейчас поговорим о том, в принципе, как дальше быть с баклажанами-дачником. Но у нас есть вопрос конкурса, и, дорогие друзья, хочу его напомнить, как по-другому называется «Китайская роза» 342243, телефон прямого эфира. Напоминаю, что мы разыгрываем билет на выставку «Гомельский парк». Выставка проходит в музее нашего Гомельского дворца Румянцевых Паскевичей. Подсказывает, что есть телефонный звонок. Наверное, вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Алина. Алина, ну, я так понимаю, розы вы любите, и хотите назвать свой вариант ответа. «Китайская роза» как по-другому называется? Гибискус. Ну, конечно, все знают. Я просто очень хотела, чтобы вы выиграли билет на выставку «Гомельский парк». Мы вас поздравляем. Скажите, у вас дача есть вообще? Да, конечно, сейчас на даче. Вы сейчас на даче. Расскажите, что уже растет у вас, какие урожаи уже есть, чем вообще занимаетесь там? Растет, ну, так пока еще ничего. Растет лук, редиска, посадили огурцы, ну, вот скоро будем садить помидоры, ну, так все, как у старинка деревья. Ну, наверное, все цветет, все белым-бело на участке. Вообще на даче здорово. Далеко дача у вас? Ну, километров 30 от города. Ну что ж, мы вам желаем хорошего отдыха на даче и хорошего дачного сезона. Смотрите нашу программу. Уверена, что вы найдете для себя много полезных советов. Мы вас поздравляем, кстати, с выигрышем. Дорогие друзья, 34-22-43 мы ждем ваших телефонных звонков. Также можете оставлять свои сообщения в Вайбере. Вопросы нашим гостям, может быть, свои полезные советы всем телезрителям. Ну и, конечно же, интересных историй ждем, что растет на вашей даче. Итак, возвращаемся к баклажанам и вообще к рассаде. Месяц назад мы ее пикировали, а сейчас, так понимаю, ее уже надо высаживать в грунт. Вот из таких вот горшков. Или все-таки еще рановато? Вот есть целый май для этого, да? Когда начинать? Когда вот не упустить возможности? Наталья, пока я помню, можно я буквально секунду эфирного времени? У меня сегодня праздничный день, у меня у мамы сегодня день рождения, и я бы хотел ее поздравить. Дело в том, что мои родители сыграли большую роль в том, что я занялся природным земледелием, создал клуб природного земледелия «Сияние». Поэтому я бы хотел ей пожелать крепкого здоровья. Как зовут маму? Тамара Николаевна. Так, Тамара Николаевна, мы вас поздравляем. Любимая мама, поздравляю тебя. Я тоже присоединяюсь и поздравляю. Желаю здоровья, крепких лет жизни, чтобы тебя радовали уже не только дети, но и внуки, и все внучки. Отлично. Спасибо. Ну, действительно, если вы столько знаете, я уверена, что родители в этом виноваты. Виноваты обязательно, в кавычках. По поводу высадки рассады. Баклажаны, так же, как и перцы, они, ну, тяжеловато переносят пересадку, томаты гораздо проще пересаживать. Но в целом подход одинаковый. Может быть, чтобы я не рассказывал, я прокомментирую. У нас есть видео, да, вот где вы занимаетесь пересадкой рассады. Вот давайте посмотрим, да, а вы прокомментируйте. Я в двух словах скажу, что важно. Важно, когда вы пересаживаете рассаду, про возвратные заморозки я уже сказал, когда вот не будет заморозков, тогда и высаживаем. Дальше, при высадке вот обязательно добавляйте биогумус в лунку. Это питание хорошее, черный, питательный грунт, компост. Потом, если у вас земля истощенная, то тоже добавьте, мне очень нравится, вот конский гранулированный навоз я туда добавляю. И для переживаемости, ну, традиционно, вот мы в природном земледелии используем биококтейль. В принципе, вот это основное, что нужно сделать. Если уже угроза заморозков минула, то мы обязательно это все дело, ну, скажу такое слово, которое для наших садоводов привычно, для одной категории садоводов, для других непривычно, мы все это мульчируем. Так. Про мульчирование я чуть попозже расскажу, хорошо? Ну, хоть обозначьте, что это за процесс такой мульчирования. Мульчирование – это прикрытие скошенной травой почвы. Это нужно для того, чтобы пункт номер 5 – сорняки. Чтобы не росли сорняки, и пункт номер 6 – чтобы было меньше полива. То есть это взаимосвязано. Это очень связано, да. А есть ли вообще разница, когда начинаешь пересаживать рассаду в грунт, есть ли разница, например, между помидорами? По культурам, вы видите, да? Да, вот баклажаны. Никакой разницы нету и те, и те теплолюбивые культуры, и те, и те требовательные к питанию. Я стараюсь эти культуры выращивать в теплых грядках. И первое время все-таки обеспечить дополнительное тепло. Дополнительное тепло – это можно просто укрывным материалом с панбондом сверху прикрыть. И еще я взял в студию, тоже покажу. Простой, простейший материал – это, можно сказать так, рукав из полиэтилена. Этот рукав с одной стороны я просто запаиваю, с другой стороны наполняю водой и тоже закрываю и укладываю рядом возле растения. То есть у меня получается такая сосиска возле растения. А для чего это так? Очень просто, так как растение теплолюбивое, холод обычно у нас вечером, тепло у нас днем. Так вот, вода очень хорошо аккумулирует тепло. И, соответственно, ну я видел, правда, садоводы там укладывают обычные пластиковые бутылки с водой. Но вот этот аккумулятор мне больше нравится, он как-то более эстетичный вид имеет, и его можно любой длины уложить на грядку. Дополнительное тепло, и даже если будут заморозки, то вот это тепло даст как раз пару градусов вашей рассаде, и она может ночью не пострадать. А, Ирина, а вы уже высадили что-нибудь? Я знаю, у вас теплица большая, какую-то рассаду уже. Нет, рассаду еще не высаживала, потому что я еще не убрала до конца свой урожай ранний. У меня еще есть там редиска, лучок подрастает, который я подсаживала, ну помимо того, который раньше. Когда вот это все вы скушаете, да, тогда начнете? Да, я там посеяла еще горчицу, она мне оздоравливает почву, и у меня же там теплые грядки, поэтому у меня там все растет, растет и растет. Ну я уже надеюсь, может за праздники вместе с гостями это все вырвем, скушаем, раздадим, и освобожу теплицу, и нужно уже пора, конечно, все высаживать. У вас несколько сезонов, я так понимаю, на даче, пользуетесь одной грядкой для того, чтобы выращивать разные урожаи? Да, конечно, грядка теплая, питания хватает, и достаточно и для ранних культур, таких как редиска, лук, салат, ну и ранее зелень, укроп, петрушка. И потом оно же дальше отдает тепло и питание остальное для моих огурцов, томатов. А вот, кстати, насчет огурцов, вы когда обычно начинаете сеять огурцы? Потому что это, я так понимаю, один из важных моментов мая. Вы в мае это делаете? В мае всегда высаживаю огурцы. Обычно 6-7 мая. То есть вот, уже практически скоро. Ну что ж, давайте поговорим о том, как сеять огурцы. И если, дорогие друзья, я уже научилась пикировать баклажаны, да, и более-менее мне понятно, вот только что мы посмотрели, Сергей рассказал, прокомментировал, как же высаживать рассаду в грунт, то как сеять огурцы, кроме как традиционным способом побольше семян и рыхлая земля, я не знаю, наверное, вы расскажете, покажете не только мне, но и нашим зрителям. С удовольствием. Ну, для начала, что вы сеете? Я смотрю, вы принесли очень много разных семян. Вот как выбрать, когда приходишь в магазин и не знаешь, или соседи советуют что-то? Первое, что выбираем, выращиваем мы либо в открытом грунте на улице, либо выращиваем в теплице. Соответственно, если это открытый грунт, то нам подходят и пчелопыляемые сорта, и самопыляемые сорта. Если теплица, то выбираем только самопыляемые сорта. Дальше. Кто-то любит салатного типа огурчики. Ну вот, допустим, огурец, настоящий полковник. Он мне очень нравится, он салатного типа, хрустящий. Даже если перерастает, он все равно сладкий, приятный, не становится толстым. А название какое, слушайте. Ну, да, женское название немножко. А мне нравится урожайный пчелопыляемый пучковый корнишон. Корнишонный тип. Это есть пучковые завязи, огурчики. Да, пожалуйста, обрывайте. И пучковые завязи чем интересны? Ну вот тот же самый пучковые завязи будет огурчик. У него из одного места растет несколько плодов. Ну вот смотрите, дорогие друзья, в одном пакетике не так-то много семян. Да, бывает 10, бывает 20, бывает 5. Здесь буквально 5 семян. Что делаем дальше? Что делаем? Значит, давайте с традиционного посева. Можно сеять прямо в грунт, но бывает у садоводов такая проблема. Это муравьи могут в грядке быть, может быть такой вредитель, как медведка. Ну, медведка, кто-то, кто как называет. Я знаю, это для многих большая проблема. Да, но есть люди, которые ее и не видели, и не надо. Но суть какая, что сеешь семена в теплицу, к примеру, или на грядку, приходишь, ждешь этих всходов, уже должны были взойти, а их нету и нету. Раскапываешь место посева, а семян и не видно. Это значит, либо муравей унес, либо медведка могла тоже полакомиться. Ну, может быть, поэтому мы обычно и садим сразу несколько семян, чтобы подстраховаться. Да, по привычке люди привыкли, что все не взойдет, там кто-то съест. Но есть такой способ, вот есть рассадный способ, да, посадки баклажан. Мы садим рассаду баклажан, перцев, к примеру, да, и томатов. Не потому, что нам муравьи могут съесть, да, допустим, семена, а потому, что у них длительный период вегетации. С огурцами мы садим через рассаду для того, чтобы чуть-чуть быстрее получить урожай, это первое. И второе, чтобы никто не унес семена из грунта. Я вам сегодня хотел показать, садоводам показать, всем телезрителям, посев торфяные таблетки. Чем интересен посев торфяные таблетки, вот я взял большую таблетку и меньшую таблетку. Это тем, что потом прямо с этой же таблеткой мы прямо в земельку сделали лунку и посадили. Все, ничего делать не надо. Если мы будем высаживать, допустим, рассаду точно так же, огурец посеем сюда в обычный горшок, то нам придется потом из этого горшка как-то добывать его, да. А корневая система не любит огурца, когда его переложишь. Давайте с вами посеем. Итак, торфяная таблетка, семена, и что еще нам для этого надо? Ну, с вашего позволения, зубочистка либо спичка. А подождите, вы до этого что-то делали с таблетками? Они уже у вас влажные? С торфяными таблетками, они, да, они напитаны влагой, они были маленькими такими кругляшками, таблеточками, водичкой наполнились и, соответственно, стали как готовый грунт. Все, я вам сделал лунку. Вы можете сеять туда смело семечко. Одну? Одной достаточно семечки. У меня рука легкая. Легкая, да, по баклажанам мы это видим. Так. Все, и слегка закрываем. И давайте я все-таки попрошу и в большую торфяную таблетку сделать посев еще одного семечка. Да, давайте две, она большая, давайте две. Лишняя потом семечка. Напугали медведками, да. Я как нормальный дачник должна подстраховаться. Не, не, я думаю, что если мы оставим торфяную таблетку в студии, тут медведка у нас не должна добраться до нее. Правильно? Вы же будете за ней ухаживать? Конечно. Все, оставляем. Значит... Хотя как-то, мне кажется, рассада более надежна в ваших руках, но если вы мне доверите, Сергей... Я понял, переговоры не удались, буду выращивать сам. В общем, суть какая? Торфяная таблетка, обратили внимание, разница, да? Да. Точно так же, как и разница в горшках, вот перцы, да, к примеру. Там в цветах баклажан тоже наш, да, уже любимый, тоже в цветах. А вот, пожалуйста, маленький вариант. Да, то есть суть какая? Чем большую емкость вы берете, тем быстрее и лучше развивается рассада. И лучше рассада. А вот мы с вами вот сейчас посеяли огурцы. Ну, допустим, вот наши телезрители повторяют за нами, да? А как быстро они, в принципе, должны... Когда же мы увидим их? Да, когда же мы их увидим, когда они зайдут? И есть ли тут разница, или это посадить просто в грунт на грядке, или это посадить в теплице, допустим? Все, ну, для ориентира. Так как мы с вами семена не замачивали, мы их не наклевывали, то есть мы могли их замочить, и они бы уже наклюнулись. Тогда, понятно, всходы были бы быстро. Но ориентир такой. Если посев сухими семенами, то ждать всходов где-то 5-7 дней. Если же семена уже влажные, да, замочили, то где-то можно даже на второй-третий день уже увидеть огурцы, достаточно быстро наклевывается. Есть еще такой приемчик, мне один из садоводов его показал. Это, ну, наверное, на огурцах не буду его говорить, просто словами скажу, показывать не буду. Вы берете семечко, сейчас будут сеять садоводы, кто-то уже посеял, арбузы, дыни или тыкву. Просто вот как мы семечки лузгаем, чуть-чуть один раз надавили зубками, и все, и у вас услышали щелчок. Условно говоря, мы нарушили эту твердую оболочку. Помогли, да, таким образом, семенам. И посеяли. Ну и еще что, есть разные стимуляторы роста, которые тоже стимулируют прорастание. Нас, в принципе, практически, вот кто передачу смотрел, да, наши, когда мы как рассказывали наши клубные все методы, то мы берем вот семена или торфяную таблетку, я замачивал уже биококтейли. Не просто водичка, а биококтейль. Биококтейль, там препараты, они стимулируют. Напомните еще раз нашим зрителям, что такое биококтейль, да, для тех, кто не помнит или не видит. Биококтейль – это, в принципе, комплекс препаратов «Здоровый сад» и «Каберин» и «НВ-101». Это мы когда используем, да, они известны в рассадный период, и потом добавляем просто препарат «Сияние», когда уже обрабатываем сад. Ну, чем вот интересен биококтейль, просто я как приверженец природного земледелия, вы можете обрабатывать что сад, что обрабатывать с рассаду, и сразу же в этот же день спокойно снимать плоды и кушать. То есть это препараты абсолютно безвредные, но при этом они обладают защитным эффектом, плюс защита не только от болезней, но и от вредителей, стимулирующий эффект. Это вне корневая подкормка, по сути. А вот смотрите, мы с вами говорим о том, что существует сегодня много методов, как ускорить, да, вот схожить семян, например, как защитить. А само вот это вот скоростное выращивание, которое с ней очень популярно, удачник, потому что все хотят очень много посеять и очень быстро получить хороший урожай. А какие еще вот методы, кроме теплицы сегодня, существуют? Вот Ирина употребляла выражение «горячая» или «теплая грядка». Теплая грядка. Теплая грядка. Вот что это такое? Расскажите, кто не знает. Расшифровать немножко, да? Ну, расскажите вообще, да, в чем ее плюсы, может быть, минусы есть тоже. Теплая грядка, по сути, это грядка, наполненная органикой. Если говорить про габариты, так, чтобы более практичный был ответ, да, то 40 сантиметров ширина, 40 сантиметров глубина. Это может быть короб, например, из досок, как вот у меня короб сделан, либо это может быть траншейка 40 сантиметров, длина любая. Соответственно, в эту грядку вы наполняете органикой, пересыпаете живым удобрением, сиянием третьим. Эти бактерии начинают все это перерабатывать, туда червячки приходят, они перерабатывают эту органику. И когда они работают, температура повышается в этой грядке, поэтому она называется теплая. Первый эффект для растений, чем… Ну, по-моему, были фотографии, если я не ошибаюсь, теплых грядок, я вот попрошу показать, по-моему, там… А, вот, даже, это капуста, я так понимаю, которую вы вырастили на теплой грядке. То есть, вот если… Вот, вот как это выглядит. Совершенно верно, да. Это грядка, которую вот я готовил в прошлом году. И, по сути, делаете лунки, в лунку посадили любое растение. И вот теплая грядка, вот, очень хорошо работает. Мало того, что тепло, плюс бактерии поработали живое удобрение и дали питание сразу микроэлементы нашей рассаде, нашим растениям. Вы знаете, вот, Сергей, я как-то видела, как соседи выращивают огурцы в каких-то пластиковых каких-то бутылках. Вообще, дачники очень оригинальный народ, да, не перестаю удивляться. Вот что скажете про такие оригинальные способы выращивания огурцов? Ну, из того, что я лично пробовал, я единственное, что пробовал, это выращивать огурцы в бочках. Мне этот прием сначала нравился. Так. Пока я не понял, что мне нужно постоянно поливать эти бочки. Если в грядке, допустим, в теплой той же самой полив капельный лежит, он сам себе капает и поливает, то бочку, она же высокая, вот, представьте себе горшок, да, он, естественно, будет земля там сохнуть. И поэтому приходится постоянно поливать. А так, да, один из методов, когда у вас мало пространства, мало свободного места на участке, да, можно посеять или посадить там как-то нетрадиционно. Ну, вообще огурцы любимая, не только любимый продукт, но еще любимая тема даже для, скажем, скульпторов. На самом деле в Беларуси существует несколько памятников огурцу. Вы знаете об этом? Дорогие друзья, вот конкурс, вопрос нашего конкурса звучит так. В каком белорусском городе в 2007 году был установлен первый памятник огурцу? Разыгрываем два билета на выставку «Гомельский парк». Напоминаю, выставка в эти дни проходит в музее Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей. Кстати, прекрасная возможность очень хорошо отдохнуть на вайских выходных. Итак, напоминаю вопрос, в каком белорусском городе в 2007 году был установлен первый памятник огурцу 34-22-43. Ждем ваших телефонных звонков сразу после рекламы. Дорогие друзья, что растет на вашей даче 34-22-43? Звоните в студию, пишите в Вайбере. Сегодня мы готовимся к дачному сезону. И вот на самом деле очень интересное сообщение от наших зрителей. У Анны на даче растет лук и редиска, напишут, уже поспели. Дарья сообщает, что очень красиво цветет сад на даче. И уже посеяли огурцы в теплице. Не рановато ли? Мы только тут собираемся это делать, а вот Дарья уже посеяла. Дальше. Татьяна сообщает, что на участке есть всего понемногу. Яблоня, виноград, черемуха, смородина, щавель, мята. Ничего себе понемногу. Да, скоро высажу помидоры и перец. Ну, а еще очень много цветов. У Елены весь участок в цветах, разноцветные тюльпаны. Тарас сообщает, что обязательно будет высаживать скоро кабачки и тыкву садить. Ну, а Руслан задает вопрос. Можно ли сейчас садить чеснок? Наверное, опоздал, я так понимаю. Чеснок вообще бывает подзимний, бывает яровой. Яровой чеснок желательно садить пораньше. Дело в том, что он формирует головку где-то вот до середины июня месяца. И чем больше теплых дней у него будет, тем лучше. Поэтому сейчас, да, можно попробовать посадить, если надеется на то, что будет все время тепло. Да, и ему хватит. Ну, будет факт, головка поменьше. Конечно, высаживайте. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня полезными советами делятся самые опытные дачники. Я бы так сказала, это Ирина Цейко и Сергей Кривенков. Так что присоединяйтесь к разговору в прямом эфире 34 22 43. Ну, а пока узнаем, как же вырастить хороший виноград на даче. И вот своими советами поделится председатель клуба гомельских виноградарей, виноград Гомельщины. Сегодня у нас на связи Петр Иванович Ванюк. Петр Иванович, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый вечер, точнее. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и ведущая Наталья Волынец. Вот мы сейчас готовимся к дачному сезону. Петр Иванович, расскажите, пожалуйста, что же делать с виноградом в мае? В начале своих рекомендаций разрешите поздравить всех любителей винограда с полноценным открытием виноградного сезона этого года. Но праздники не должны расхолаживать, впереди много забот и нужной работы. Правильно. Первое. Прежде всего, в ближайшие дни желательно обработать виноградную лозу с набухшими и распускающимися глазками. Эту фазу называют стадией зеленого конуса препаратом топаз. 2 мл топаза разводят в 10 литрах воды и с помощью опрыскивателя тщательно обрабатывают лозы. Второе. Необходимо в кратчайшие сроки завершить подвязку лозы на шпалере в горизонтальном положении, так как распускающиеся глазки становятся очень хрупкими и есть вероятность их обломки. Третье. Поскольку весна в нашем регионе выдалась ранней и очень сухой, очень желательно сделать влагозарядку. То есть обильный полив кустов винограда, оптимально 40-60 литров воды на куст. И после этого сразу же сделать первую подкормку виноградных кустов. Здесь два варианта. Использовать настою любого навоза, соблюдая такую концентрацию, чтобы не обжечь корневую систему. Или же растворить минеральное удобрение, например, комплексное АФК, азот фосфор калий, в такой пропорции. 1 кг АФК на 200 литров воды. Под взрослые кусты дать по 20 литров раствора, молодым кустам достаточно будет и 10 литров. Вот такой небольшой перечень необходимых работ на винограднике вперед до следующей стадии. Стадии 3-5 листов. Больше информации можно получить на занятиях нашего клуба, клуба Виноград в Омельщине. Ой, Петр Иванович, спасибо. Я думаю, что вы еще не раз поделитесь в нашей программе на протяжении дачного сезона полезными советами. Ну, пожалуйста, еще один совет нашим дачникам. Как вырастить вот такой замечательный виноград, который мы видим сейчас на ваших фотографиях? Хоть какой-нибудь главный совет, как ухаживать за виноградом в ближайшее время? Когда меня спрашивают, вот задают такой вопрос, я отвечаю. Первое. Нужно желание, нужна цель, нужно все делать вовремя, нужно работать и нужно любить виноград. Всем успехов, удачи и сладкого урожая. Спасибо, Петр Иванович, взаимно. Вам тоже огромного успеха и действительно интересного дачного сезона. Ждем осенью обязательно с вашим урожаем в студии. Дорогие друзья, вот советами, полезными советами, как вырастить хороший урожай винограда, поделился председатель клуба гомельских виноградарей, виноград гомельщины Петр Иванович Ванюк. Ну, я вот смотрю, что вы или были удивлены такими советами, но, по крайней мере, у вас это вызвало какие-то эмоции. У вас есть вообще виноград на участке? Конечно, есть. Меня просто возмутили эти предложения для садоводов и дачников. Почему? Ну, потому что я считаю, что если мы выращиваем для себя, неважно, что виноград, либо там редиску или лучок, как можно его обрабатывать ядохимикатами, в частности, это топаз, и подкармливать минеральными удобрениями. А чем вы обычно вот удобряете виноград? Удобряем виноград мы, я не знаю, чем мы его удобряем. Ну, в принципе, Петр Иванович же сказал, что хороший вариант, когда настой идет, ну, навоза. Ну, мы используем конский навоз. Дело в том, что если сравнивать любые виды навоза, свиной, там, куриный, коровий, то конский навоз, он самый питательный. И вот Ира любит на розах, я знаю, его использовать, потому что даже есть фраза такая, дочь, роза. Роза, дочь навоза. Но вообще я бы правильно не сказала, это называется даже не конский навоз, а травяной настой. Ну, органика, в принципе. Органическая подкормка, это элементарно, и каждый садовод себе может это позволить. Те же выполытые сорняки, крапива, вы накладываете в бочечку, добавляете золы, можно добавить мело туда. Ну, и опять-таки, есть садоводы, которые любят и заказывают этот навоз, всякие там, курины, корови. Я просто этого не делаю, я использую гранулированный. Там удобно, пачка на 200 литров воды, и ни запаха, и ничего такого нет. И он постоял, а потом из 200-литровой бочки всего лишь берешь литр на 10 литров воды, и мы подкармливаем всегда все свои растения, в том числе и виноград, и лучок, и все остальное. Так, дорогие друзья, сколько дачников, столько и мнений. Спасибо, Ирина, большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы разыгрываем билеты на выставку «Гомельский парк». Выставка проходит в эти дни в музее Дворца Румянцевых и Паскевичей. И вопрос нашего конкурса звучит так. В каком белорусском городе в 2007 году был установлен первый памятник огурцу? У нас есть вариант ответа, давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся, как вас зовут? Илья. Илья, огурцы любите? Любим. Любим. А город знаете, где установлен был первый, вот белорусский город, где первый установлен памятник огурцу? Возможно, Шклов. Это действительно правильный ответ. Дело в том, что в Беларуси есть еще один памятник огурцу, это город Альшанны. А вот Шклов был первым в 2007 году. Вы выиграли билеты, два билета на выставку Гомельский парк, с чем мы вас и поздравляем. Дорогие друзья, вы можете позвонить в студию 342243 и не только принять участие в наших конкурсах, но и также рассказать, что растет у вас сегодня на ваших дачах. Ну а если вас интересуют конкурсы, то у нас есть еще два билета на выставку Гомельский парк. Итак, назовите, пожалуйста, овощ, который в Древнем Египте в вареном виде подавали на десерт. С латинского переводится как голова. Еще раз, 342243, напоминает телефон прямого эфира, нужно назвать овощ, который в Древнем Египте в вареном виде подавали на десерт. С латинского переводится как голова. Ну а мы продолжаем разговор про первый урожай. Ну не то, что даже будем говорить, мы будем что-то, наверное, и пробовать, я так надеюсь, сегодня. Ирина, я так понимаю, это ваш первый урожай сегодня в нашей студии. Редиска, лучок. Вообще давно уже редиску пробовать? Да, конечно, мы уже, я же вам сказала, что уже вот-вот на эти праздники мы все вырвем, потому что кушаем уже давно. А когда был первый урожай у вас? В начале апреля уже было. Уже в начале апреля кушали редиску. Как вам удается так рано получить такой урожай? Ну, я уже, как повторюсь, что делаю теплые грядки в теплице, вот, и высаживаю рано, просто рано высаживаю. Теплица большая, кладу аккумулятор тепла, чтобы было тепло, плюс теплая грядка, поэтому все получается. И сейчас вот, когда стояли жаркие дни, причем заметила, даже вот там есть такие некоторые редисочки, что они уже начинают идти в этот стержень. Плохо завязываются от жары. От жары, потому что такая погода. Да, такая погода стояла, теплые денечки. А что обычно, да, Сергей? Я хотел просто добавить, вот, был звонок у нас Петр Иванович, сказал про желание. Я бы сказал, что у Турины тоже желание большое рано получить урожай, это тоже влияет на то, что она получает. Это тоже влияет на скорость, да? Да, да, да. Как быстро все у вас созревает. Ну, я хочу просто, чтобы вы, конечно же, что-то приготовили нам сегодня, поделились каким-то, может быть, рецептом из первой зелени. Я посмотрю, лук, редиска. Ну, вы, наверное, да, начинайте. А мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся, как вас зовут? Анатолий. Анатолий, поучаствуйте, пожалуйста, в нашем конкурсе. Мы разыгрываем билеты на выставку «Гомельский парк». Назовите овощ, который в Древнем Египте в вареном виде подавали на десерт. С латинского переводится как «голова». Ну, я не сильно уверен, но, может быть, это тыква. Это не тыква, но спасибо вам за вариант. Это не тыква. Скажите, дача у вас есть? Растет там уже что-нибудь? Так, пошел. Расстроился. Да, расстроился наш телезритель. Ну, еще есть возможность. Дорогие друзья, звоните, участвуйте в нашем конкурсе 34 22 43. Ну, а мы в прямом эфире прямо сейчас делаем салат из первой зелени. Расскажите, Ирина, что это будет? В чем там секрет или секретов нет? И почему именно такой рецепт? Ну, у меня, если честно, никаких секретов нет. Нет, мы люди простые, семья у меня такая обычная. Любим все традиционное, как и на Новый год салат оливье и подшуба. Поэтому самый ранний весенний салат – это, конечно, зеленый лук, редисочка. Ну, еще, правда, я добавляю листочки молодой крапивы. И у меня растет такой сорняк, называется сныть. Вот когда молоденькие листочки, я тоже его всегда добавляю. Это очень полезный сорняк, в нем очень много витаминов. Сорняк, салат, интересно. Да, сорняк это, да. Очень полезный. Кто не знает, можете почитать в интернете и тоже добавлять его. То есть я так понимаю, что весь секрет, наверное, в том, что это первый урожай, да? Первый урожай. То, что урожай без минеральных удобрений, без всякой химии. Всегда стараюсь его вырастить рано, чтобы моя семья попробовала первые витаминки, наелась и отвела душу. Не с рынка, где подкормлена селитрой, к сожалению, и мочевиной, а вот с моей теплой грядочки, где нет ничего, кроме органики. А вы знаете, вот наша телезрительница Ольга Пригожина прислала свой рецепт приготовления редиски. Да, это такая паста и макарон с редисом и плавленным сыром. Можете себе представить? Вы услышали, да? Ольга утверждает, что такое блюдо любят даже дети. Вот рецепт ее, этой пасты с редиской, следующий. 300 граммов пасты, 150 граммов редиса с ботвой причем, дальше идут семечки, тыквы или грецкие орехи, немножко сливочного масла, граммов 50, 100 граммов плавленного сыра, несколько столовых ложек измельченной зелени, ну и соль по вкусу. Ну, так интересно, просто редиску с макарончиками я как-то еще не пробовала. Ну да, тоже не пробовала, нужно будет попробовать. Ну, еще моя семья очень-очень любит такой салат традиционный. Ну, а этот обычно я крышу с подсолнечным либо оливком, маселком. А еще очень любим лук с яйцом и со сметанкой. И со сметанкой. Ну, сегодня, я так понимаю, у нас будет редиска, лук и чем мы будем заправлять? Или ничем? Мы заправим маслом и немножко посыпем соль. То есть все традиционно, самое главное, что это первый дачный урожай. Вот Сергей уже облизывается, а я хочу послушать телезрителя, который дозвонился к нам в студию, это участник конкурса. Еще один, напомню, вопрос конкурса, нужно назвать овощ, который в Древнем Египте в вареном виде подавали на десерт. С латинского переводится как голова. Добрый вечер, вы в прямом эфире, станьте участником и нашим победителем. Здравствуйте. Мы не слышим телезрителя. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, вы можете ответить на вопрос конкурса, какой овощ в Древнем Египте в вареном виде подавали? Я могу ответить на вопрос. Я могу сказать, что этот овощ называется капуста. Конечно, капуста, ведь даже переводят в латинского как голова. Скажите, пожалуйста, у вас дача есть? Да. Дача есть, да. Что на ней уже выросло или чем вот сейчас? Какие хлопоты у вас сейчас на даче? Ну, сейчас мы разрабатываем наш участок, и поэтому мы не так много всего в нем сажаем. На нем сажаем, выращиваем картошку, кабачки, помидоры, огурцы. Все стандартно. Замечательно. Ну что ж, спасибо. Хорошего вам дачного сезона. Посмотрите нашу программу до конца. Сегодня будет еще много интересных, полезных советов. Но возвращаемся к салату. Я так понимаю, вы уже все заправили и даже приготовили. Ну, Сергей, вам снимать пробу. Вы понимаете, я в прямом эфире пока... Я после прямого эфира. Попробуйте. Вот прям можно есть. Прямо есть. А пока мне потом больше вопросов не будет. Будут. Может, я потом попробую. То есть после прямого эфира. Ну, вот в этом вся прелесть такого вот, наверное, салатика. Кстати, редис и зеленый лук, они действительно самыми первыми появляются на нашем столе. Вот в чем же польза первого урожая? Да, и совсем скоро у нас на связи будет кандидат медицинских наук Оксана Кононова. И она ответит на эти очень важные вопросы. А пока вопрос от телезрительницы. В Вайбере Инна задает вопрос. Чем лучше всего занять грядку после редиса? Вы, по-моему, уже говорили, да? Я высаживаю туда после редиса томаты. Я могу сказать, чем не нужно занимать. Не нужно занимать капустой, потому что одно и то же семейство будет плохо расти. И любая культура крестоцветных. А все остальное, все, что вам нравится, сейте и потом получайте урожай. Вот буквально скоро съели редиску и все, начинаем дальше. Ну что ж, дорогие друзья, у нас сейчас реклама. И за это время попробуем дозвониться до нашего врача, который даст нам полезный совет о том, как правильно употреблять первую зелень. Так что оставайтесь с нами. Дорогие друзья, что растет на вашей даче? Ждем ваших телефонных звонков и сообщений в Вайбере. Сегодня мы готовимся к дачному сезону. И вот прямо сейчас узнаем, в чем же польза первой зелени, которую мы получаем на своих участках, на своих грядочках. И можно ли вообще эту зелень, например, использовать эти овощи, зеленый лук, редиску, можно ли использовать вообще в диетическом питании? Об этом расскажет прямо сейчас по телефону Оксана Кононова, кандидат медицинских наук. Оксана, добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас всех приветствовать на эти пасхальные вечера. Да, мы тоже очень рады вас слышать. Ведь, действительно, сегодня мы готовимся не только к дачному сезону, но мы еще только что приготовили салат с редиской, зеленым луком. И очень хотелось бы узнать ваше мнение. Как, в принципе, вот, знаете, когда после зимы мы хотим как можно больше всего вот этого вот первого урожая дачного употребить, и как-то, может быть, где-то не ограничиваем себя даже в этом. Ну вот расскажите, хорошо ли это, и в чем вообще пользуют, например, редисы из зеленого лука первого? Ну, конечно же, хочется сказать, что у меня тоже есть огород и дачи. И, конечно же, первое, что мы едим, это, конечно же, салаты из зеленого лука и редиса. Вообще зелень, это, вы знаете, это первый подарок весны для здоровья человека. Вообще зелень – это настоящее чудо природы. И почему это чудо природы? Потому что это настолько богатая витаминная кладезь, и пользы в зелени, настолько много пользы, что даже, наверное, и нам прямого эфира не хватит, чтобы все это пересчитать. Но на каких-то, наверное, основных моментах я вот хотела бы остановиться. Конечно же, то, что в листьях и в побегах молодой зелени именно вот концентрация, максимальная концентрация всех полезных веществ – это и витамины, и минералы, это и растительные белки, это и аминокислоты, и фитонциды, и много-много-много чего другого. Нужно обязательно учитывать, что у зелени отрицательная калорийность. То есть то, что есть антиоксиданты вещества, это те, которые очень важны в профилактике онкологических заболеваний, в профилактике преждевременного старения, что очень важно. Особенно, кстати, это зеленый лук. Очень много клетчатки, которая нам нужна для нормального пищеварения, для того, чтобы всасывались полезные вещества. Не забываем о том, что сама по себе зелень психологами используется для поднятия настроения, то есть она улучшает настроение. Ну и плюс, конечно же, косметический эффект при приеме зелени – это улучшение и кожи, и волос, и ногтей. Ну, вот это такое очень кратенькое, что хотелось бы сказать. Ничего себе кратенькое. Скажите, пожалуйста, вот такие дифферамбы первой зелени, а можно ли, в принципе, употреблять первую зелень при диетическом питании? Так вот, вот именно, что мало кто знает, что именно лук, зеленый лук – это диетический продукт. И еще даже Гиппократ в свое время рекомендовал использование лука в лечении, например, ожирения. А вот именно, да, французами, то есть вот этот знаменитый луковый суп был изобретен именно французскими диетологами для похудания. То есть это один из компонентов именно луковой диеты. Помимо того, что он, вот, например, про зеленый лук конкретно, то помимо того, что он вот для похудания эффекта, еще, конечно же, огромный иммуномодулятор, то есть природный иммуномодулятор, то есть это общее здоровение, повышение иммунитета. Плюс много-много других полезных веществ, которые влияют на работу кишечного тракта, влияют на работу вот именно при выпадении волос, реломкости ногтей, очень много цинка в луке. Практически то же самое я могла бы сказать, наверное, и про резист, потому что это один из компонентов вот этих, да, весенних салатов. И также вообще резист используется, например, очень широко используется именно в диетах при ожирении, при сахарном диабете, при подаке, то есть при нарушении обмена веществ. И еще надо не забывать о том, что практически без ограничений по возрасту, да, то есть, ну, опять же, в умеренном количестве. То есть, наверное, важно сказать не так, что просто принимать, а количество и, наверное, вот способ приема, то есть как еще важно. Поэтому очень много, в общем-то, и полезных веществ, и полезных качеств, и полезных качеств, и нужно еще правильно употреблять. Спасибо, Оксана, большое. Хорошего вам дачного сезона, хороших майских праздников. Всегда рады вас видеть и слышать в нашей студии. Оксана Коннова, кандидат медицинских наук, только что делилась полезными советами, как правильно употреблять первую зелень. Вообще, вот после зеленого лука и редиски дачники обычно ждут клубнику. И это очень, мне кажется, важный момент. Вот как получить хорошие плоды, это и вкусные ягоды, Сергей? Ну, клубника, она требовательна к питанию. Так как мы ее любим, то точно так же она и любит питание. Поэтому нужно хорошо ее кормить и обеспечить ей хорошее, комфортное условие. Вот, например, сейчас на экране телезрители видят, это называется опять операция мульчирования. Мульчирование, обязательно мульчируйте всю к свою клубнику. Можно скошенной травой, можно мульчировать соломой. То есть мульчирование, обкладывание... Да, совершенно верно. Слои должны быть 5-7 сантиметров минимум. Тогда и будет и влажность, и не будут расти сорняки. И клубнику обязательно кормить. Мы кормим ее 3-4 раза за сезон, 3 раза весной, 1 раз после сбора урожая. Весенняя подкормка, это, как правило, настои биогумуса, плюс конский гранулированный навоз, биококтейль и препараты сияния, которые, собственно, дают живые бактерии, дают защиту дополнительно в течение всего периода развития. Если говорить, еще есть такое понятие, как ремонтантная клубника. Но больше я ее все-таки правильно называть земляника садовая. Но садоводы привыкли называть ее клубникой. Так вот, ремонтантная, если хотите получить хороший урожай, то кормите ее чаще. Вот это самое главное. Ну, кстати, к слову сказать, если можно, пару слов про клуб наш, садовый клуб сияния. Да, давайте напомним нашим зрителям, что вы действительно возглавляете один такой уникальный, я бы сказала, организацию. Это клуб садоводов-огородников, я так это называю, сияния. И у вас очень много действительно интересных бесплатных мастер-классов, каких-то консультаций. Вот что в ближайшее время, я думала, вы сейчас уедете на дачу, и все закончится до осени, нет? На самом деле мы проводим часть наших мастер-классов. Но я бы все-таки больше садоводов сейчас ориентировал. Мы можем сказать так, что зимой проводим много бесплатных занятий, мастер-классов. Но так как дачники все-таки люди, которые любят природу, и они большую часть времени находятся на садовых участках. Поэтому мы практически всех своих садоводов обязали установить у себя мобильное приложение бесплатное, и мы там консультируем садоводов. То есть нам чем-то нравилось? Расскажите подробнее, вот как дачнику установить такое мобильное приложение, где его найти? Да все легко. У каждого есть смартфон. Находите, как обычно мы скачиваем любое мобильное приложение, садовый клуб «Сияние», и там вы можете общаться. Там есть чаты. Вот кто-то знает, ну, я не знаю, наверное, не реклама, вайбером, там, ватсапом пользуетесь. Ну, как обычно, вайбером мы общаемся друг с другом, группы создаем с праздниками. Для дачников. Мы долго искали такое приложение, но вот решили, что вот с помощью, собственно, своих садоводов мы будем общаться между собой. Ну, готовьтесь, вот прямо сейчас, да, готовьтесь. Да, это удобно. Ведь на садовом участке не каждый раз позвонишь, не каждый раз в газету посмотришь. А зимой-то, да, понятно, мы занятия проводим. Ну, то есть можно рассчитывать на какой-то оперативный ответ? Оперативный, абсолютно. Вот если говорить со своей стороны, я как руководитель, я каждый день просматриваю вот наше приложение садового клуба «Сияние», там люди что-то спрашивают, и я регулярно отвечаю. Точно так же любой из нас, вы умеете уже пикировать баклажаны, вы туда скачали себе, о, кто-то спросил баклажаны, я умею, я знаю, и ответил. Фотографии туда сбросили, видео свое. Очень здорово. Ну, вот удобно. Там еще очень удобно, что по каждой культуре, и клубника, и томаты, и огурцы. То есть вы, я так понимаю, активный пользователь этой группы. Ирина, да, тоже пользуется. Мы все там, мы все садоводы наши. Хорошая информация. Спасибо. Но пока мы в прямом эфире. Пока в прямом эфире. Давайте попробуем ответить на несколько вопросов наших зрителей. Итак, что делать, чтобы не росли сорняки? Ольга спрашивала, мы уже ответили. Дальше Антонина спрашивает, как справиться с медведкой, кротами, другими вредителями урожая без применения химических средств? От почвенных вредителей мы используем биологический препарат. Это метарезин. Очень классно работает. Это грунтовый гриб, он их, личинки эти все уничтожает. Просто им проливаете почву. Метарезин, ну, хорошо работает сейчас и весной, и осенью хорошо им пользоваться. И еще диатомит, это в сухом виде просто подсыпаете и точно так же попадает на... Ну, если... Вот просто помогает, чтобы не углубляться. Это природный минерал. Ну, время заканчивается. Еще один вопрос от Степана. Не поздно ли в это время проводить обрезку и опрыскивание деревьев? Если по обрезке, то поздно. Сокодвижение давно началось. Если по опрыскиванию, я уже сегодня чуть вкратце говорил, когда на доске мы писали план работ, как только цвело растение, опрыскиваем. До цветения, кто еще не успел, так же обрабатываем. Аптечка садовода, вот и все, что мы делаем. Кстати, насчет плана работы. Давайте еще раз повторим нашим дачникам, какие работы обязательны в мае. Ну, я тогда со своего места. Картофель – это посадка. Защита сада препаратами из аптечки садовода обрабатываем. Высадка рассады. Угроза заморозков минула. Высаживаем. Посеив семян. Это уже и садоводы, телезрители уже хвалились, что будут скоро сеяться. Сорняки. Проговорили про них. Капельный полив. Очень рекомендую хотя бы одну грядку сделать с капельным поливом. И благоустройство. Вот ваше предложение тоже, если время есть, я бы тоже советовал людям грядки огородить. Вот как вы видели у меня, допустим, на фотографии. Это очень удобно. Ну, и, конечно, красота на участке обязательно должна присутствовать, чтобы приятно туда было приезжать. Ну, и мангал, дорогие друзья. Не забываем, что впереди майские праздники. Дача – это не только работа, но еще обязательно отдых для души и желательно всей семьей. Ну, и, конечно же, дорогие друзья, иногда прислушаемся к народным приметам. Кстати, народные приметы мая гласят «Рано зацвела черемуха к теплому лету», а вот обильная роса утром обещает жаркий день. Поэтому будьте наблюдательны, интересного вам действительно дачного сезона и обязательно хорошего урожая. Очень надеемся, что полезные советы нашей программы вам в этом помогут. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». Я прощаюсь не только с нашими зрителями, я прощаюсь с вами. Желаю вам хороших выходных, скажем так, майских выходных на даче. И до новых встреч. Взаимно. До новых встреч, дорогие друзья, в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова